Нерегулируемый пешеходный переход на Рылеево за кольцом на магистральной считается опасным. За два последних года под колеса машин здесь попали 8 человек, в том числе дети. По мнению специалистов, аварий могло и не быть при наличии светофора. Вообще часто очень сбивают. Вот я была в выходной, и у меня сотрудница, которая со мной еще работает, она сказала, что здесь сбили молодого парня. Я сама лично переходила дорогу, меня задели просто. Вот шла, одна машина остановилась, а вторая летела. И не раз это так было. Район густонаселенный. С одной стороны многоэтажки, с другой – торгово-развлекательный центр. Люди группами пересекают дорогу. Полицейские давно вышли с инициативой установить на оживленном переходе светофор. Кто пропускает, а кто нету. Ну, тяжело пропускают. Необходим светофор, потому что около магазина здесь детская площадка, и очень хорошо гулять там. А переходить далеко туда, дальше идти, очень неудобно. Тяжело переходить. Один пропустил, а второй обгоняет его, и того и гляди под машину поваришь. Но автоинспекторы только рекомендуют оборудовать дороги. А непосредственная работа ложится на администрацию Тамбова и его бюджет. Управление ГИБДД неоднократно обращались в администрацию города Тамбова с целью оборудования пешеходного перехода по адресу улицы Рылеева, дом 96, светофором. На данные обращения администрации были даны ответы, то, что в связи с отсутствием финансирования выполнить данные работы по обустройству пешеходного перехода по Рылееву 96 не представляется возможным. Прокуратура вступилась за права пешеходов. Она через суд добивается действий со стороны городских властей. Исковое заявление служители ФИНИДы уже рассматривают. Валентина Слукина, Олег Осипов, Олег Щербаков. Область новостей.